Постигать философию мягкого пути в Карачаево-Черкесию съехались лучшие приверженцы японского искусства единоборств без оружия. В Узжигуте прошел первый межрегиональный турнир по Адзюдо на призы заслуженного тренера Карачаева-Черкесии Сефара Хасановича Миликаева. За состязаниями наблюдал Ахмат Халкечев. Соревнования собрали лучших спортсменов не только СКФУ и ЕФУ, но и из других регионов страны. На турнир съехались 120 спортсменов в возрасте до 21 года, которые будут оспаривать звание сильнейших в 8-ми весовых категориях. Конечно, мы готовимся серьезно к каждому сопернику. Думаю, есть от кого опасаться. Удалось увидеть очень много приемов, в которые я бы даже не рискнул бы зайти на которые. Будем перенимать опыт, стараться в дальнейшем добиваться больших результатов. Соревнования хоть и не являются отборочными, но уровень конкуренции ничем абсолютно не уступает своим накалам, чемпионатом и первенством как окружного, так и всероссийского уровней. Именно на подобных состязаниях спортсмены приобретают ценный опыт, который необходим для роста мастерства, отмечают организаторы. По дзюдо так не скажешь. По дзюдо любой может преподнести сюрприз. Любой может выиграть у любого дзюдо такой вид спорта. Конкуренция бешеная. Так что надеемся на честные, хорошие свадки. Личность Сифара Хасановича уникальна по целому ряду причин. Он первым из Карачаева-Черкесии в 1973 году был удостоен почетного спортивного звания мастер спорта СССР по самбо, дзюдо и национальной борьбе. Вячеслав Иванович Пчелкин меня тренировал. У нас был зал ширина 4 метра, длина 9 метров. Это было полуподвальное помещение, где мы начали. Это я хочу просто подчеркнуть, что уровень борьбы дзюдо в Карачаеве-Черкесии очень высоко поднялся. Как поделились организаторы, в планах сделать турнир традиционным. Состязание организовано по инициативе региональной федерации дзюдо при активном содействии администрации Ужджугутинского района и ряда бизнес-структур. Ахмат Латчичев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Ужджугутта. Али Бастанов, Вести Карачаеве-Черкесия, Ужджугутта. Продолжение следует...